ГУР впервые поразили самый новый истребитель-оккупантов Су-57. В ведомстве сообщили, что поражен он был 8 июня на территории аэродрома Ахтубинск в Астраханской области, в почти 600 километрах от линии боевого соприкосновения. На спутниковых снимках видно, что еще 7 июня истребитель стоял целый, а на следующий день около него уже появились следы взрывов и пятна, характерные для пожара в результате огневого поражения. Проект «ГУЛАГУ.НЕТ» со ссылкой на собственные источники сообщает, что Су-57 действительно поврежден и не может выполнять боевые задачи. На вооружении РЭП таких истребителей до 10. Су-57 – носители новейших ракет Х-69. По оценкам аналитиков, истребитель может нести до 4 таких ракет. Су-57 оккупанты используют для ударов по Украине с июня 2022 года, как для ударов по наземным целям, так и для применения ракет «Воздух-воздух». Для россиян сбитие Су-57 – это репутационный позор, сопоставимый с уничтожением А-50 или Ту-95МС, считает военный обозреватель Александр Коваленко. «Я не удивлюсь, если и вправду Генеральное управление разведки Украины начнет уничтожать танки Т-14 «Армата», которые никогда не были в зоне боевых действий, но которые начнут гореть в самой России. Вот поджаренный Су-57 – прямой пример того, что ничего невозможного нет». Кроме того, украинские дроны впервые ударили по военному аэродрому Моздок в Северной Осетии, откуда взлетают российские Ту-22М3 и Миги для атак по Украине. Утром 8 июня в сети появились кадры пролета БПЛА над регионом. В украинском ГУР заявили, что это плановая работа украинской разведки – успешное применение усовершенствованных отечественных средств, отметил источник. Он добавил, что зона поражения на территории РФ расширяется, и речь идет именно об украинских средствах. Военные аналитики Дефенс Экспресс утверждают, что Моздок атаковал украинские дальнобойные дроны «Лютый». Субтитры создавал DimaTorzok